Я вам покажу, я так подходящийся на это... Там написано, что транспортные... А, дорогие горожане, по-моему, как-то так написано. Типа, есть горячая линия, вы можете туда писать, обращаться. И для того, чтобы улучшить качество транспортных перевозок в Херсоне, там еще подписано, типа, Егор Устинов, там все такое. Но я лично не верю. Я не верю в то, что когда-то в Херсоне вообще будут транспортные перевозки на достойном уровне, с комфортом, с хорошим транспортом, новые троллейбусы будут. Я не верю, ребят, это все пиздопольство. Надо говорить, надо что-то рассказывать. Да, мы стараемся, да, мы делаем. Но никогда в Херсоне не будут достойные троллейбусы. Ну так вот, я тебе договорил, да. Это единственное произойдет какое-то чудо. Найдутся деньги, какое-то где-то финансирование, там где-то найдется в бюджете городском или областном. И закупятся списанные троллейбусы или трамваи где-то в Швейцарии или в Польше, или, да, вот откуда-то завезутся. И может тогда в Херсоне появится хоть какой-то более-менее адекватный транспорт. Никто не говорит покупать новые лазы. Никто не говорит покупать новые троллейбусы. Просто купите какой-то списанный. И этого будет достаточно для Херсона. Это будет просто высший уровень. И это будет вообще желательно, чтобы это транспортное средство ездило без ступенек. Но было без ступенек. Потому что, вот как вы только что видели, да, старенькая бабушка, на три эти ступеньки, это для нее просто как на Эверест подняться мне, вот такие подняться на троллейбус. Вот эти преодолеть три ступеньки, это еще то удовольствие. А еще самый кайф, когда двери в троллейбусе открываются, там процентов на 30, тебе приходится боком их залазить. Потому что система открывания дверей, она настолько уже там устарела и держится все на проволоке, что они даже полноценно не открываются. Ну, вы сами все это видели. Так что их не старое, это Херсонский новый охеренный троллейбус. Вот так это называется. Субтитры сделал DimaTorzok Автобус оснащен пандусом для инвалидных колясок. Как вы видите, здесь есть кнопка для инвалидов, при нажатии которой подается звук водителю, что надо откинуть пандус. Автобус также наклоняется на эту сторону, облегчая посадку и высадку. По этому пандусу инвалидная коляска попадает сюда, вот специальная зона для инвалидов, специальный подлокотник, который, кстати, на новом автобусе уже болтается, как-то хиленько держит. Ну, такая вот подушечка облокотить коляску. Я считаю, что очень хорошо, что в последние годы стали думать и о людях с ограниченными возможностями. Это действительно респект производителям. Здесь когда-то был хлебный магазин, я его хорошо помню. Это, получается, здесь коммуналки идут. Лучше, конечно, подальше отходить, вот где-то по этой стороне идти, потому что есть вероятно, что вот это все может нечаянно упасть на голову. Это, ребята, у нас по правой стороне областной госпиталь. И на четвертом этаже это идет операционная. Друзья, так что нам дали вот такую бумажку, папа-ролл, короче, все это... Гриль, 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 боже. Сосиски и кофе. Где, что? Вон, сосиски и кофе. Сосиски и кофе. Так что, надо будет на эти времечко туда сгонять и попробовать, как оно. Просто, ну, как показывает практика, все красиво на бумажке, когда ты приходишь, начинаешь это все, как говорится, куштувать, пробовать, да, то получается, ну, как-то, блин, не то, что ли. Ну, короче, зайдем, обязательно попробуем. Не знаю, когда, ну, это попробуем обязательно. Да нет, мне кажется, его еще будут строить, наверное, год или два. Это же только наружная работа, там еще куча внутренних. Себя хочется добавить. Ребята, делайте нормально. Плиткой все облаживать надо, стены штукатурить, проводку проводить. До фига работы внутри. Нет, это поликлиника. Больница там, тут это поликлиника. Да, это внутренний двор поликлиники Водникова. Не, если тут немножечко вложить денег под штукатурой, поставить лавочки, тут будет тоже очень красиво. Да. Мы идем дальше. Дом пятиэтажный. Это, по-моему, первый роддом, если не ошибаюсь. Фасад, я не знаю, честь. Короче, это все Суворовский. Да, это вот со стороны драмтеатра. Тут вот битое стекло. Да, его строили, строили. Потом по каким-то там техническим причинам, в общем, его запретили дальше его эксплуатировать, это помещение. Вот такая огромная постройка находится в таком заброшенном, разрушенном состоянии. Просто в центре. Это старая часть города, это центр, да, это все Суворова. Вот это красота, да. Это, как бы, наш театр Маколы Кулеша. Очень такое колоритное место, можно сказать, нашего города. Лучше бы его вообще не строили. Лучше бы тут просто какой-то кафешками заставили. Ну, было бы, конечно, лучше, чем вот это все. Это знаете, как есть такой юмор? Как бы, неделю собирал деньги, чтобы девушку повезти в зефир. Ну, такое есть, да. Или вот так и там тоже. Там, там красиво. Неделю собираешь деньги, да, чтобы с девушкой пойти там пивка попить на 300 гривен. Зачем на 300? Я бокал выпил и хватит тебя. Ну, знаешь, там, где бокал, там и второй бокал. Ну, тогда это называется по-другому. Это пьянство, что ли? Конечно. Вот не понимаю, зачем это делать, блин, ну, бигборд, ну, информация. Нахера вот это брать, разрисовывать, расписывать вот это баллончиками. Мать свою, баллончиком разрисуй. Вот это классный парк, сейчас вам покажу. Сквер по-кровски. Вот хорошо, если бы не было этого бигборда, не было бы этого бигборда, то я до сих пор даже не знал, как он называется. Я не знаю. Да, но здесь я иногда сюда раньше приходил, и мне нравилось то, что тут как-то тихо, спокойно, практически нет движения машин, ты можешь просто посидеть на лавочке. Я вот помню, снег, утро, это было воскресенье, и я сюда пришел, и такая сказочная погода, тепло, солнце светит, снег идет. Это был просто потрясающий момент, вот очень хорошо его помню, именно в этом парке я сидел, по-моему, на вот этой лавочке. Просто классное здесь место, приходите сюда, здесь очень комфортно, тихо и спокойно. А мы идем в ЗАГС, да, нас могут принять сегодня суббота? Кто смотрел Ван Хельсин, да, когда вот там были вот эти, Маричка, они летали, вот эти такие ведьмы, да, или кто они были? Ван Хельсин. Вампирша, да? Дьявола жены, да? И вот когда вышло солнце, и она такая, аааа, начинает обгорать, и вот я, когда подхожу к этому зданию, я чувствую, как у меня лицо руки так обгорают, обжигают. Я такой, нет, 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 я знаю, там не хочется. Да, пацаны, не бойтесь, мы вот зашли, расписались, спускаемся. И вышли. Ничего страшного там нет вообще, даже не больно, даже не больно, и не страшно там. Там еще дают потом сладкие напитки. Дают шампанское, пацаны, ну, чтобы немножко нервную систему устаканить, чтобы не так все это на эмоциях было. Музычка играет. Да, музычка играет, женщина приятная. Не страшно, не бойтесь, заходите с другом. Оу май! Подругой. Лучше подругой, да. И будьте счастливы, да. А мы идем дальше. А что-то, ой, тоже красивенькое, да, такое здание вообще. Прикольно. Да, и, конечно, боль печали. Это центр города. Вот буквально кварталом ниже идет уже Суворово. Да, а здесь вот такое все. Да, нуждается срочно в реставрации. Арка такая классная, сейчас покажу ближе. Собака, тюш, 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 тюш. Чекаля, твой не выбавит. Нету? Тебя не ждет, твой. Нормально. Да, все, вот мы идем на улицу Суворова. Это у нас здесь лико-базинника. И еще какой-то, типа, магазин со шмотками. Ой, я знаю, где-то, где-то магазин. И ательера, Маршка. Ага. Да. Блин, смотри, какие балконы широкие, да? Вот вообще, ну... А здесь, ну, так, метра два с половиной. Так Крави подошел и просто спустился вниз. Заходили только что в магазин Виндзор. Конечно, все очень классно. Ну, вообще, к любовницам не ходят кушать. Или есть салатики. У них немножко другое предназначение. Но любовницы это... А так, ты мягко сказала, вообще-то их называют шкурами. Это в Наоми. Обычная Филадельфия, которую я покупал доши-доши. Там она стоит 99 гривен. Короче, 100 гривен доши-доши стоит Филадельфия. Здесь в Филадельфии 174 гривен. Пиздец, блядь, а це курицу можно купить и съесть, блядь, заебись, блядь, с друзьями, нахуй. По накатанной, как говорится, мы идем в обычную пиццерию. Челентано. Потому что на Суворово реально негде поесть. Негде. Только Челентано. Все, вот тебе Суворово. Здесь вообще нечего делать, ребят. Тут просто нечего делать. А, ну тут секонд-хенд есть. А там лотерея напротив. Вон, фаворит лотерея. Пришел на Суворово, вот тебе лотерея. А там секонд-хенд. Крутяк. Да, мне стыдно. Но, когда подходим, берешь за эту ручку, просто хочется немножко вздрошнуть рукоятку. Короче, что хочется сказать. Пиццерия Челентано нормально. Нормально. Соотношение цены и качества заходит хорошо. Да. Мы заплатили с тобой сколько? 120 гривен. При этом сама пицца стоила 80 гривен. Мы взяли еще две колы. Так что, ничего гениального нет. Все гениально просто. То есть, просто пицца. Бортик сочный, с помидорчиками, с курицей, с сыром, с грибами. Да. Обычная пицца 80 гривен. Да. Так, пошли в магазин. Нормально. Вкусняшка. Взяли одно заварное. И взяли вот такие четыре штучки. Они в кокосовой стружке. Очень вкусные штучки. А перед нами был дедушка с муком, да, наверное? Да. И вот она, а что еще? Что еще будете заказывать? Вам что-то еще? Могу я вам что-то еще предложить? То есть, раз в пять она им повторила, что вам еще. Ну, понятно. Парм communities sociais IRS ПОЗ что-то очень прицеловетliche программы, которые вы一点 уважают. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...